Воспаление аппендицита, все знают, что с этим надо делать. К сожалению. Так вот, я, естественно, это не проверял, а хочу только пересказать то, что я прочитал. Аппендицит является инкубатором. Инкубатором производства этих благостных бактерий, которые помогают нам перерабатывать целлюлозу, клетчатку, и в результате удаления аппендицита мы лишаемся того важного участка, так сказать, нашего пищевода, который поможет человеку в дальнейшем перейти на сыроедение и чувствовать ее более здраво. Слепая кишка является бункером. Она содержит такой механизм, в который бактерии могут, грубо говоря, спрятаться. Когда поступает термически обработанная пища, либо мясная. И это те благостные бактерии, в следствии прекращения вредного воздействия, затем появляются обратно в кишечник и начинают размышление на более приятную пищу. Таким образом, наше впечатление устроено исключительно для сырой растительной пищи. И когда мы питаемся сырой растительной пищей, эти бактерии являются для нас источникой опилкой на начальных этапах. В дальнейшем организм перестраивается, через месяц происходит обновление всех клеток, через 6 месяцев происходит обновление всех клеток кожи, через 6 месяцев происходит обновление всех клеток тканей, органов. Через 2 года, полностью через 7 лет, происходит обновление полностью скелета всех органов клеток ткани. Таким образом, процесс этот нелегкий и на скорости этого процесса может также повлиять, кто, сколько лет человеку и как долго он провел в состоянии все-яр. Дальше мне хочется поделиться с вами своим личным опытом, который я веду сейчас. Находясь в Полтаве, абсолютно никого не принуждая, не навязывая свое мнение, и не одного из своих родственников, отца именно страдающего лишним весом. На словах я ничего не смог объяснить, так сказать, он это не принял. Но когда я начал есть только яблоки, он это видел, он это знал, что я себя хорошо чувствую. Вот. И он пришел к выводу, что это питание может помочь ему решить свои проблемы со здоровьем. В результате он начал ходить, кушать яблочки, кушать здоровую пищу, фрукты, овощи, я не говорю только о яблоке, но яблоки. В результате он стал почувствовать лучше. Когда Андрей стал есть мясо, было на такой период, он выразил мне такое мнение, что слон стал меньше чувствовать агрессивно. Вот. Это говорит о том, что убойная пища, которая не является мясом, вызывает на тонком плане человека. Все мы знаем, что есть в любых физических планов, это наше тело физическое пищеварение, и есть тонкие планы, то, что называется психология. То есть психия – слово душа. Вот. И когда живот, находясь на поле, когда поле погибает на сельственной смертью, на тонком плане, ученые, конечно, этого признать не могут, но все выходят на понятие, как аура, биополе человека. Есть более тонкие структуры, об этом я рассказываю сейчас, не имею права, сколько я сам этим не владею, знаем, информация есть, а не нет. Так вот, животное на тонком плане, когда его забивают, на сельственной смертью впитывают эту энергетику, она запечатывается в этом мясе, человек употребляет на мясо, приобретает эту агрессию смерти, агрессивную энергию, и в результате, если у него есть какие-либо психические заболевания, расстройства, самолимитарные, они могут прогрессировать. как парашек практически свободен, поэтому на востоке парашек употребляют, они не чувствуют себя, плохо чувствуют. далее, что хочется сказать, что надо кушать зимой, куда они попросили, так, вставь флешку, поскольку я не имею работы, это связано с тем, что я не стараюсь переселяться, но... но... давай... вот эту отброску, не, вернись, на лекцию. Векция? Да не рядом, на лекцию. Вот ту на лекцию. Так. Что? Давай. Скорее, что именно, видео спустит, что-нибудь спешит? Да, видео. Все? Да. Так вот, в Полтаве имеем много свободного времени, чтобы результаты моих исследований, экспериментов на себе были объективными, а не субъективными, то есть только из моих слов. Я сделал следующее. Находился перед веб-камерой. Качество, хочу сказать, очень низкое, но суть не в этом. Суть в том, что я ничего белкового не употреблял, только овощи, в большинстве свои материалы были яблоки. Но дело не в этом. Дело в том, что это положительно повлияло на сутнание моего отца, и он принял, что надо менять свое отношение к жизни, питанию чай. Эти материалы есть у меня на канале, люди. Просто суть в том, что мои слова, слова сейчас ничего не значат. Либо есть какое-то дело, либо его нет. Я не собираюсь на этом останавливаться, буду заниматься этим в дальнейшем. И до того момента, как я сейчас напереду, либо не смогу этого сделать, вы об этом писательного узнаете. Таким образом, какого бы царь, причем, какого бы результат не было, вы об этом узнаете. Либо он будет положительный, я смогу себя в чужой разложительный, свободный, больше энергии будет. Либо я стану чувствую себя хуже, я перестану. Сколько лет вы экспериментируете? Последние два года я этим занимаюсь. Конкретно перед камерой, я сижу последние три месяца, а уже четвертый вышел. То есть через пять лет вы будете множе, через час, да? Я не могу этого утверждать, поскольку это только информация, мои знания, мой опыт еще не имеют права об этом. Эксперимент, по сути. По сути говоря, так. Как вы контролируете, вы сказали, что вы через какое-то время скажете, что лучше себя или хуже, если лучше, то правда. Сделаю анализ крови. Я в Донецке в начале этого года делал анализ крови, выкладывал это видео на YouTube, и все у меня открыто абсолютно. Я не фанатик, не хочу никому ничего доказывать, просто... Отличается анализ? С какой перегоничностью вы делаете? Ну, что в сомнии? Хотелось бы чаще это делать. Дело в том, что в Донецке это делать даже опасно, это надо выходить из дома, когда там, понимаете, оккупация. Здесь, в Полтаве, я еще не делал анализов, поскольку у меня был договор сделать... Ну, в общем, это лично. Но я вернусь в Полтаву, я вижу заинтересованность. Вот, я обязательно это пойду и сам сделаю. Кроме целостей, кто-то из последователей нести нас? На данный момент у меня в Полтаве только отец. Как отец похудел? Какой момент? За полтора месяца... За два месяца 15 килограмм. Сколько ему лет? Ну, 47. Но у него лишний вес порядка 50 килограмм. Пророст в метр 90. То есть, он весил где-то 140 где-то, 150? 150 весил, сейчас 130. Ну, 135. Так вот. 130, 132, 132. Да, это дело есть. Он осознал... То есть, он видит, что как бы само... Слова ничего не говорили. Я ему объяснял, как это все происходит. Он не может все пропускать. Так оно у всех происходит. На мне оно так же самое отработало. Пока сам не попробует, пока... Вот, самое главное, чтобы был настрой. Если человек уже сам себя настраивает, что у меня нет, у меня ничего не получится, значит, так оно и выйдет. По поводу вопроса зимой, чем питаться зимой, ну, поскольку я не имею средств ходить на рынок и покупать, даже если они были на рынке зимой, сами знаете, какие продукты, если это какой-то сельскохозяйственный производитель, пестициды, херпоциды, и тому подобное. Если это где-то дома, там ошибусь, условия к своему хозяйству, это гораздо проще, конечно. Сейчас, когда яблоки уже заканчиваются, у меня возможности соседских яблок, так сказать, на поселке уже не будет. Я собираюсь перейти на пророченную пшеницу. Какой будет результат, вы об этом тоже узнаете, кому будет интересно. Хочу сказать следующее. Откроем файл яблочков разрез. По поводу яблок, яблоки на 80% состоят из жидкости. Значит, из килограмма яблок соответственно выходит 800 мл жидкости и 200 г сухого вещества. Таким образом, зная, что в Болтаве вода и в... в... Продолжение следует...